Пандемия коронавируса продемонстрировала силу цифрового подхода. Так, пациенты, находящиеся в изоляции, могли консультироваться с врачом онлайн. Также учебный процесс проходил в дистанционном формате. Но несмотря на это, карантин показал, что в вопросах развития цифровизации Кыргызстану ещё нужно расти, говорят специалисты. В различных чрезвычайных ситуациях мы имели возможность работать, учиться, осуществлять свой бизнес вне зависимости от этих угроз с помощью новых цифровых технологий. Сегодняшнее мероприятие посвящено этому. Мы обсуждаем сегодня, что может в этих случаях делать бизнес, что может делать обычные граждане, что должно делать правительство. Последние два года содействие правительству в вопросах цифровизации оказывает ООН. Совместная работа велась по таким направлениям, как укрепление кибербезопасности, предотвращение распространения насильственных идеологий в интернет-пространстве, а также расширение цифровых прав граждан. Финансируется данная поддержка фондом миростроительства ООН. И в этой связи очень много рисков существует в киберпространстве, могут быть кибератаки, киберпреступления. И для того, чтобы этому противостоять, сегодняшний круглый стол наш посвящен тому, чтобы мы обсудили, какие могут быть риски, какие могут быть методы для того, чтобы их избежать и дать рекомендации. На круглом столе эксперты обсудили и такие важные вопросы, как кибербезопасность, непрерывность бизнеса и управление данными, а также конфиденциальность частной жизни. Один компонент цифровой устойчивости, как киберустойчивость, она должна обеспечивать устойчивость всех наших информационных систем на имеющиеся атаки, кибератаки, которые происходят ежедневно в большом количестве. В этом направлении Кыргызстан делает первые шаги, но в целом некоторые элементы этого направления уже сделаны. К примеру, это принято закон о защите информации персонального характера, который в 2017 году был усовершенствован с учетом текущих сегодняшних реалий. Наряду с этим сегодня большим достижением для Кыргызстана является то, что у нас самый дешевый интернет по сравнению с другими странами. По стоимости он занимает третье место в мире. Самым дешевым мобильным интернетом в мире. Это большое достижение, мы считаем. Это предмет для гордости. И это результат той политики открытой, либеральной, прозрачной, которая была более 10 лет тому назад. И сегодня в условиях цифровой устойчивости, развития глобальной экономики Кыргызстан не должен отставать. Кроме этого, на конференции было отмечено, что для достижения цифровой устойчивости необходимо создать независимое агентство по защите данных и Национальный оперативный центр по цифровой устойчивости, улучшить доступ в интернет, а также повысить цифровую грамотность населения. Отметим, мероприятие прошло в рамках проекта «Инкулизивное управление и система правосудия для предотвращения насильственного экстремизма», финансируемого Фондом миростроительства ООН. Мирима Саналива, Джолбол Дубайсаев, ЛТР, Бишкек.